Справедливая Россия продолжает сотрудничество с всероссийским обществом глухих. Ранее Сергей Миронов уже проводил видеоконференцию с активистами, защищающими права инвалидов по зрению и людей с нарушением слуха. Сегодня политик встретился онлайн с представителями ВОК и его президентом Станиславом Ивановым. Мы вышли с инициативой, что хотя бы обращение или как вчера была пресс-конференция президента, у нас по разным оценкам несколько миллионов человек в стране либо совсем не слышат, либо, по крайней мере, они не могут воспринимать вот такую обычную звук телевизора из радио. И, конечно, для них сделать сурдоперевод – это было бы правильно. Сурдопереводом также необходимо сопровождать все новостные блоки. «Мы все надеемся, что этот бессонферет в какую-то силу и мы получим возможность обращения первых из государства, да, но не только президентом, но и ревно-председателем правительства, да, это только министров, института, института ситуации или других ведом, которые, ну, в период пандемии, я показала недоктады информации». Еще одна больная тема. До сих пор не реализовано поручение Минсвязи о создании региональных диспетчерских служб видеотелефонной связи для передачи сообщений МЧС инвалидам по слуху. Парламентарий заверил, что подключится к решению этого вопроса. Он также выразил намерение продолжать решать проблемы глухих и слабослышащих граждан страны. Продолжение следует...